Не знаю, насколько странно начинать влог с этого кадра, но всем доброе утро. Я знаю, маска максимально странная, потому что она закрывает брови, но я как какая-то ниндзя в ней. Ну, погнали начинать этот день. Фат видео. Итак, кофе. Я уже приняла душ и прошу обратить внимание на мои тапочки. Они безумно мягкие, уютные, удобные, и ставлю им вообще лайк. Еще за этими носочками, потому что у нас очень холодно дома. Вот так вот, как вам топотули. Сейчас будет эстетика и ручина, которую поймут, наверное, и оценят только девочки. Я вышла из душа. Сейчас зажгу вот эту полусанту в своей комнате. У меня будет приятно пахнуть. Я намажу лицо любимыми кремами, отдохну, сделаю небольшую уборку в комнате. И, наверное, потом сегодня нужно будет сделать домашнюю тренировку. Плюс я хочу еще пойти в зал. Плюс у меня сегодня еще будет итальянский. Короче, проведем сегодня день вместе. Сейчас у меня будет очень приятно пахнуть в комнате. Я всегда покупаю вот эти палочки. Сейчас я их покажу вам. Вот они вот так вот выглядят. Они продаются у нас в китайских магазинах. Они очень дешевые, типа по 2 евро примерно. Но именно вот этот вот запах, он офигенный. Он прям очень такой свежим пастирным бельем, не знаю, пахнет сразу же в комнате. Не обращайте внимания на этот мусор здесь. И не знаю, зачем мне эти стеклянные баточки от Coca-Cola, но они просто есть. Вот сюда я обычно ставлю эту палочку. Здесь есть самое место посреди вот этих вот татуэточек. Ну, запах нереальный, девочки. Ну медиатина, ну медиатина. Итак, вроде стоит. У меня в комнате всегда есть штатив, потому что либо я снимаю тиктоки, либо я сейчас начала снимать влоги. Перед тем, как расчетствуют волосы, я всегда пользуюсь вот таким вот маслом. Я беру его буквально капельку на руки, размазываю и наношу только-только на кончики волос, потому что если их наносить еще на голову, то она будет вся жирная. У меня еще есть, можете обратить, вот такой вот холодильник для косметики. И я обычно отсюда беру вот эту штучку и пользуюсь. Она прохладная, без всяких масок у меня еще лежат. И кремик для лица, вот такой. И теперь девичья бьюти-рутина с вот этими вот двумя штучками. И все, больше я ничем утром и не мажусь. Кстати, максимально странно, не знаю почему так. Именно на ютубе я вообще не стесняюсь показывать эту утреннюю рутину, показывать себя без макияжа. Мне полностью комфортно вот так вот снимать себя в горизонтальном режиме. Не знаю, мне кажется, это вообще не стрёмно, это норм, ну я вот такая натуральная. А в инстаграме это делать как-то тяжелее. Это некомфортно. В тиктоке тоже некомфортно показывать себя вообще какую-то несобранную, без макияжа. Как будто бы, как будто бы на ютубе только самые близкие тебя здесь смотрят только семья и друзья, и они тебя никогда не осудят за твой настоящий внешний вид. Не знаю, хотя это глупо. Типа здесь смотрят намного больше иногда людей, чем в том же самом тиктоке. Не знаю, почему так. Вот просто себя комфортно чувствую именно в ютубе. Можно заметить, как у меня уже поразовели щечки. Давайте делать гимнастику. Я вспомнила, что сегодня планирую снимать видео для тиктока, поэтому мне нужно сделать себе укладку. И для этого я воспользуюсь вот этой вот штучкой. Я накручу себе немного важные волосы, потом распущу, и у меня будут кудри. Уже через пару часов, я думаю. Сначала я пользуюсь вот этой вот штукой для укладки. Это вообще термозащита, но еще я ее пользуюсь как и для укладки. С ней укладка держится подольше. Расправить полностью вот эту вот штучку. Кстати, вот эта вот бегудина, она так и называется, бегудина, это была первая марка итальянская. Это итальянская штука, которая со мной сотрудничала здесь, в Италии, как с блогером. То есть мне ее прислали бесплатно. Я делаю для них видео. Можете в Инстаграме у меня увидеть. Это видео о нашем сотрудничестве. Я его снимала как на итальянском, так и на русском. Вот так вот легко это делается. Вот так вот. И сзади я просто закреплю вот так кладиком. И так светит солнце, я не могу открыть глаза. Сейчас будет волшебная переодевалка. И вот так вот. Это у меня спортивный такой домашний лук. Вот такая вот я гимнастка. Грация, спасибо, грация, чео. Видите, к кому пришла красивая посылочка. Но я сниму распаковку в ТикТоке, они здесь. Поэтому смотрите ее потом в ТикТоке. Но скажу вам, что это Ойша и это Уги. Я уже сегодня сняла одно видео в ТикТок. Но время почти 4 часа. Уже темно на улице. И невозможно ничего снимать с таким освещением. Поэтому, наверное, сниму эту распаковку уже завтра. Или сейчас. Так, у меня небольшой перерывчик. Перекус. Потому что через полчаса у меня уже начнутся занятия по итальянскому. Я решила перекусить. Это брускетты. Помидоры. Сама сделала, между прочим. И сериал, я сейчас смотрю, называется «Укрытие». Мне очень нравится. Я уже на 6 серии. Всего их здесь 10. И, короче, мне нравится. Рекомендую. И пюро. Машковый чай, конечно же. Мой любимый сунг. Итак, приветики. Это новый день. Я сегодня у меня друг к подруге. Она живет недалеко от Рима. Но я сначала поеду на поезде до Рима. А потом до нее. В общем, погнали. Можете обратить внимание на мою безумно странную прическу сегодня. Просто я хочу, чтобы потом был объем, распустить волосы. Поэтому пока буду ехать в поезде, так закрутила. По-тупому. Но пока так удобно. Чистоя, как обычно. С огромными мешками на станции. Я уже на станции время. Сейчас хочу зайти в один магазин. Я хочу взять вот этот вот напиток корейский и корейскую лапшу. Мы будем пробовать это все на видео в Титок. Я приехала на станцию. У меня здесь должна встретить подруга. Но я, если честно, очень сильно хочу спать. Я не знаю, так что устала уже. Хотя время только 3 и полчетвертого. Сейчас зайду, выпью кофе в баре и дождусь подруги. Разъясняйся, штуки. Так, мне написала одна девочка, которая работает на Липода. И мне пришли вот эти продукты. Что, как это называется, уход за кожей. Тут есть и пачи, и разные крема, и маски. И детердженты тоже есть. Очень классно. Сейчас будем все смотреть и пробовать. Ну ты все, ты популярный блогер. Менечко, круто. Доброе утро, друзья. И я смотрю новый выпуск Нежного редактора Тани. Я очень рада работать. Про женский бизнес. Девушки Пашу так и называется. Про то, как женщины реализуют себя в мире бизнеса и так далее. В общем, сейчас я все это очень люблю. Сейчас я это посмотрю, вдохновлюсь. И будем становиться, девочки, с вами великими инфлюенсерами. Я делюсь с вами моей любимой частью дней моих в Италии. Я оделась как городская сумасшедшая для этого города. Потому что я живу в Италии, в маленьком городке. И здесь вообще странно, если я иду в пижамных шортах и вугах в ноябре. Но такая погода, на самом деле, действительно тепло. В общем, я как городская сумасшедшая вышла в город делать фотографии, снимать видео. Мне это очень нравится. Я это очень люблю. Подписывайтесь на мой инстаграм. На мой тикток. И сейчас я вам покажу, в каком я городе красивом вообще живу. И на улице сейчас вообще тишина и пустота. Очень мало людей ходит, потому что время 4 часа дня. В Италии в 4 часа всё закрыто. Потому что обед уже прошёл, ужин ещё не настал. В общем, я не знаю, все сидят дома в это время. И улицы пустые. А я обожаю выходить в это время, потому что никого нету. Я могу спокойно поставить штатив, делать фотографии, видео. И, короче, вообще кайф. Я ещё не поступила в школу, я не получила права. Но после передвижения основной остаётся здесь этот велосипед. Видите, я беру с собой обычно всё, что мне нужно для съёмки, штатив, воду и всё. И погнала. Я уже убрала штатив, но вообще я вот сюда его прям ставлю посередине дороги. И снимаю себя на фоне всяких красивых дверей, красивых улиц. Их здесь, слава богу, пока мне достаточно. Но, конечно, хочется уже какие-то новые места. Типа, например, поехать в Милан. Или поехать в Рим жить поближе к Риму. Я сейчас живу в часе езды от Рима. Но хотелось бы жить в самом Риме, потому что там куча новых классных мест. Здесь мне их уже недостаточно. Или в Милан. Просто обратите внимание, какая здесь тишина. Давайте сейчас остановимся. Вообще не слышно ни одну, ни итальянскую речь, ни какой-то шум. Ну, кайф. Обожаю это время. Ребята, это я сейчас здесь сниму видос в ТикТок. И потом мы поедем есть суши. Хочу вам еще показать. Недавно купила вот эту кофту. Очень дешевую. Просто типа Ева 10. Она стоила на скидках. И вот это вот сердечко еще у меня типа с Алиэкспресса. Где-то 2 евро стоило. Но смотреть с этой кофтой мне кажется очень даже прикольно. Еще вот на самом деле хочу похвастаться, что я начала вязать носки себе. Просто за все эти 2 года, сколько я вяжу, я вяжу примерно 2 года, я связала носки уже всем, кроме себя самой. Поэтому это будут мои первые мной уже связанные мне лично носки, а не кому-то. Для меня, если честно, это большая радость пойти сегодня в этот ресторан. Потому что мой молодой человек не переносит суши. Он их не любит. А я очень люблю особенно вот эти рестораны All You Can Eat. Это где ты платишь определенную сумму на человека и ешь сколько тебе угодно суши. В общем, он их не любит. И ходим мы туда, по сути, только ради меня. Поэтому мне еще нужно его уговорить туда пойти. Сегодня мне это удалось. Поэтому мы идем есть суши. Как-то нравится мне сегодня этот свет в комнате вот от моей вот этой вот лампы. Такой приятный. Ладно, на самом деле у меня настроение хорошее просто потому, что мы едем есть суши. Пока у меня еще на самом деле есть время посидеть, повязать. Наверное, еще минут 30. И только потом мы будем выходить. Поэтому пока не буду терять время, потому что хочу скорее связать носки. Кстати, как думаете, за сколько я свяжу себе 2 носка? 3 дня. Можно справиться. Можно даже и за 2 дня связать. Но я все равно буду это растягивать. Поэтому на 3 дня. Я, кстати, вяжу уже, правда, довольно-таки давно. И мне кажется, я многие вещи могу связать. И если вы спросите меня, почему я не продаю эти вещи, почему я не вяжу, например, на заказ, все очень просто. Мне лень. Я не хочу превращать хобби в работу. Не хочу вязать, потому что мне нужно что-то связать. И я не хочу делать из этого типа какой-то бизнес и так далее. Потому что я знаю, что когда мне хочется, я повяжу. Но когда ты вяжешь кому-то на заказ, уж тем более за деньги, ты понимаешь, что тебе это нужно сделать максимально быстро. И тебе вообще это нужно сделать, а не то, что ты как бы хочешь. То есть иногда это прям приходит себя заставлять. Как и на любой работе себя. Иногда приходится заставлять делать что-то, потому что ответственность и все такое. Это как бы мое хобби. Я захочу вообще закончу это вязать через месяц. И никто ничего не сделает. А когда это работа, это как бы уже больше ответственности, что ли. А для меня это хобби, которым я занимаюсь просто, когда я реально хочу, а не когда это надо. Другое дело, я хочу сейчас начать заниматься гипсом. Я уже себе его заказала. Здесь он, кстати, в Италии стоит дороже, чем в России. Не знаю почему. У меня вечно заканчивается память на телефоне. Именно поэтому я хочу камеру, чтобы на нее снимать. Ну ладно, я тоже мое другое хотела. Короче, мне должен скоро прийти гипс, и я обязательно вам все потом покажу. Уютное кафе. На улицах сплетенной мебелью. Тут можете увидеть весь мой заказ. Больше всего я люблю вот эти с икрой и вот эту вот. И равиоли. И все остальные сучу. Все падает. Еще в этом рейстике дают постоянно вот такие печеньки с предсказанием. Очень мило. А мы едем в кино. Я вообще не планировала сегодня ничего снимать. У меня сегодня день уборки. Я сижу, убираюсь. Но мне пришла посылка, и я решила, что я должна ее вам показать. Тем более, я буквально вам вчера рассказывала про то, что хочу заняться новым хобби. И мне уже сегодня с Амазона пришли первые вещички. Это формы силиконовые для шкатулок. Дальше. Если что, ободок это у меня. Я убираю волосы с лица, чтобы они не мешались, когда я убираюсь. Но, тем не менее, создается еще и новогодний парик. Так, бумага лишняя убираем. Еще формочки. Вот такие вот. Ну, на самом деле, выбивка сейчас очень странно. Но потом, когда я все это сделаю из гипса, это будет очень классно. Так, и коробка вот такая. Сам гипс, я так понимаю, мне еще не пришел. Он должен прийти завтра или послезавтра. А здесь у нас, скорее всего, там будет акрил. Да, я права. Это уголник большой. Еще, оказывается, целый литр. Я даже не видела, что я заказывала. Я думала, это будет маленькая баночка акрила. Ну, в общем, вот такой акрил, чтобы потом покрывать готовые изделия. И он, вроде бы, должен быть прозрачным. Надеюсь, он прозрачный. И он еще водонепроницаемый, чтобы, например, шкатулочки или всякие подставки, которые я буду делать из гипса, чтобы можно было вставить в ванну. И они там, если у меня ничего не случится, они не будут пропускать влагу. Вот так вот. Вот это все, в принципе, что мне пришло. Завтра еще должен прийти гипс или послезавтра, не знаю. И тогда я уже начну это делать. На самом деле, жду и не дождусь уже. Сегодня довольно-таки пасмурно вообще на улице. И плохая идея что-то снимать. Но я просто хотела вам показать, чтобы вы увидели, какой я себе уголок обустроила для лепки из гипса. Это уже мои первые пробные работы, так сказать. Ну, пока что есть что-то поломанное-отломанное. Но на самом деле я просто тестировала гипс. Вот. У меня будет другой. Еще не пришел гипс, из которого можно на самом деле что-то делать. Вот. Ну, такой вот уголочек здесь. Не буду показывать другую часть стола, потому что там бардак. Буду показывать такую красивую. Там зажгла свечку, там потом еще зажгу свечи. И можно будет даже красивые атмосферные видосы снимать с процессом. Всем доброе утро. Время 8 утра. И я вот в таком вот луке, здесь еще джинсы, выезжаю на завтрак в Рим. В кафе Булгари, между прочим. Надеюсь, я-то не оставлю все свои деньги. Вообще, мне нравится мой сегодняшний лук. Надеюсь, сделаю какие-нибудь клевые фоточки в Риме. Погодка сегодня. Такси. Сейчас встречусь с подружкой. И спою ей их вельних. Мы угораем с твобем и с тиктоком. Их вельних. Их вельних. Ну, я думаю, потому что индивидуально. Вика пьет чай, а я пью мартинь. Их вельних. Сейчас пойдем на ярмарку. Как тебе кафе Булгари понравилось? Слушай, да, очень, знаешь, вылитненько. Но я бы всегда хотела сидеть на терраске. На улице, да? Где мы сидели? Угу. Внутри больше как ресторан. Там нужно сюда поедать. Таким нет. Яд. Как этот ярмарка называется? Ядовона? А, нет. Да, да. Ядовона. Красивая. Вот такая. Вот такая. Халло. Халло. Опять этот магазин. Тут сейчас еще будет все рождественское, боже. О, господи. Тебе нравится? Тебе нравится? Нет. Ее можно вот так вот снимать? Она еще отлипается. А что там? Можно на руку ее. Ну, миленькая. Такой ем. Посмотри, зеркало. Плюшки. Угу. Да. И что? Ну да. Мы можем даже вместе зайти. Что-нибудь. О, это прикольно коктейли делать. Да. Это мило. Я уже дома и полностью на домашнем. Сейчас вам покажу, что мы купили время. Точнее, что я себе купила время в оффлайн тайгере. Это мой любимый магазин со всякой канцелярией. В этот раз я не оставила там много денег. Поверьте. Всего там 15 евро, наверное, где-то. Я взяла себе очень важную вещь, потому что, во-первых, он впишется в мой интерьер. Он смотрится очень стильно. И к тому же это кружка. Как она называется? Для коктейлей. Стакан для коктейлей. В общем, вот так вот открывается. Здесь трубочка пластиковая. И сам он по себе, конечно, тоже такой пластиковый. Сюда можно что угодно налить. И вот такой вот коктейльчик. Ну и в целом, очень клево будет выглядеть на моем столе. Как такой элемент декора. Мне очень нравится. И еще я взяла и уже это испробовала. Уже засняла видео в ТикТок. В общем, это был такой набор имбирных печеньев. Я очень люблю имбирные печенья. Нужно было, короче, из них сделать домик. Так, получилось у меня это или нет, можете увидеть потом в моем ТикТоке. Больше ничего не попало в этом магазине. В общем-то, я думаю, что в такой домашней атмосфере я могу уже заканчивать этот влог. День заканчивается. В этом влоге, по-моему, получилось треш целых дня. Я надеюсь, что вам понравился этот влог. Обязательно оставьте хоть какой-нибудь комментарий, чтобы хоть какие-то просмотры у меня набирались в Ютубе. И у меня была мотивация снимать эти влоги еще. В общем, всех обнимаю. Если будете в Италии, обязательно мне пишите. Всем пока!